Теплый душ для орхидей стимулирует процесс корнеобразования, отмывания листовой пластинки от грязи и копоти, а также является для орхидей профилактикой поражения паутинным клещом. При незначительном поражении растения клещом, горячий душ в сочетании с пеной ферри можно использовать и для лечения. Теплый душ также помогает бороться и с разрастанием солевых разводов на листовых пластинах орхидей. В последнем случае он применяется после обработки листьев ватным тампоном со слабым раствором лимонной кислоты. Теплый душ для орхидей в весенне-летний период я провожу один раз в месяц. Зимой и осенью не провожу. Сначала растения я как обычно поливаю. Далее температуру увеличиваю в диапазоне от 35 до 40 градусов. После чего поливаю растения. Если растения получают впервые такой полив, я прикрываю корешки пленкой. Поливаю 15-25 секунд. Оставляю орхидеи до полного вытекания воды. Напор воды должен быть не сильным. Оптимально создать эффект дождя. Обязательно после завершения процедуры убрать всю влагу из пазух листьев и точки роста орхидеи. Сделать это можно салфеткой и ватным тампоном. В узких местах и точки роста ватными палочками. Воду из пазух и точки роста нужно убрать обязательно. Купают только здоровые растения. Теплый душ – огромный стресс для растения. И совсем не удивительно, что после они часто выпускают цветонос. Этот цветонос – так называемый природный инстинкт для самосохранения. Никогда не ставить мокрое растение на холодный подоконник или сквозняк. При повышенной жесткости воды не рекомендуется делать теплый душ. Иначе можно получить отложение солей на грунте и на листьях. Главным противопоказанием для применения горячего душа служит наличие гнили в любой части растения. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом. Вырастить красивые и здоровые орхидеи в домашних условиях можно. Если строго учитывать определенные тонкости. Только неукоснительное их выполнение и соблюдение всех нюансов поможет получить роскошное растение и избежать различных болезней. Или даже гибели орхидеи. Надеюсь, видео было полезным. А если понравилось, ставьте лайк.